Владимиру Путину задавали вопросы абсолютно разные, конечно, не обошли стороной и ситуацию, которая произошла в Керчевском проливе. Президент отметил, что эта ситуация, цитирую, провокация, и также цитирую, что сам инцидент – это нечистоплотная игра киевской власти на обострение с целью подавления политических противников. И давайте послушаем мнение президента на этот счёт. Не отвечали вообще на запросы нашей пограничной службы. Вошли в наши территориальные воды. Обращаю ваше внимание, что вошли в наши территориальные воды, которые таковыми являлись даже до присоединения Крыма к Российской Федерации. То есть в том месте, где эти территориальные воды были всегда, именно как российские территориальные воды. Не отвечая на запросы наших пограничников, начали двигаться прямо к этому мосту. На предложение встать на стоянку не реагировали. На предложение взять лоцмана, даже после нарушения нашей государственной границы, им всё равно предложили взять лоцмана. Молчание. Вообще никак не отвечают. А как должны действовать пограничники? Военные суда вторглись в территориальные воды Российской Федерации и не отвечают. Непонятно, что они собираются делать. Как они должны действовать? Если бы они действовали иначе, их всех нужно было бы отдать под суд. Они выполнили свой воинский долг, приказ. Да и, собственно, они выполняли свои законные функции по защите территориальной целостности Российской Федерации. Я думаю, что и в вашей стране действовали бы точно так же. Это абсолютно очевидная вещь. Более того, оказалось, что среди членов экипажа были два сотрудника Службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. И они признали, что они сотрудники Службы безопасности Украины. Явные признаки, заготовленные заранее провокацией, рассчитаны именно на то, чтобы воспользоваться этим как предлогом для того, чтобы ввести военное положение в стране. Службы безопасности Украины